Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, какой же радужный фестиваль вернулся к нам в этом году, какие изменения произошли в Форт Пинта, какие вещи были добавлены в Морланде, а также в глобальный магазин. Ну и также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Начнем, пожалуй, с самой грустной новостью для большинства людей. В этом году Облачное Королевство не вернется на Юрвик вообще. Разработчики сообщили, что более Облачное Королевство не будет появляться как ивент в Star Stable Online уж точно в том облике, в котором мы привыкли его видеть. Для меня, если честно, это самая грустная новость за начавшиеся первые полгода 2024 года ССО, потому что я обожала Облачное Королевство. Для меня это была чуть ли не прямая отсылка к Барби и Волшебству Пегаса. Я обожала бегать среди этих облаков. Я выполняла одни и те же задания на нескольких аккаунтах. Настолько сильно я любила бегать в облаках, делать скриншоты, как у моих лошадок появляются то розовые, то голубые крылья в зависимости от года, потому что в один год были розовые крылышки, потом вроде синие, фиолетовые, не помню. И это очень-очень грустно, честно, ребят. Когда я узнала об этом, я была просто то ли в шоке, то ли в недоумевании и после в очень сильной злости. Да, но мы вернемся к радужному фестивалю чуть попозже, переваривая новость об отсутствии Облачного Королевства. Это странно. Я до сих пор не понимаю, что неужели это была самая непосещаемая ивентовая локация? Неужели так сложно не замечать гигантский радужный воздушный шар? И странно, почему нельзя было как-то по-другому обыграть приход к этим заданиям, к этому сюжету? Нет. Разработчики решили поступить точно так же, как с Пасхой, Днем Всех Влюбленных, 1 апреля и даже с Днем Патрика. Просто удалили его из игры и ни разу не предупредили о том, что королевства больше не будет. Я считаю, вот то, что они не дали нам с ним попрощаться, а просто молча его решили не добавлять, это полное свинство. Так, а тем временем у нас обновилась дискотека Форт Пинта, и она стала очень классной. Конечно, я буду безумно скучать по старой дискотеке, но новая не менее крутая. Давайте посмотрим. Ну, начнем с вот этого места, так как оно очень близко к дискотеке. Парикмахерскому Форт Пинта завезли новый макияж, одна штучка, вот такой вот с бирюзовыми стрелочками. По-моему, такой макияж у нас есть у самого диджея, который играет на дискотеке Форт Пинта. Ну, а что касается причесок, нам добавили 6 причесок разных цветов, базовые оттенки. Это каштановый, это не две ли одинаковые прически? Нет, мне кажется, это две одинаковые. Или оттенок маленький, чуть-чуть оттенок меняется. Черные волосы, потом такие бордовые, рыжие и русые. А вот еще у нас есть вот такой вот блондинистый, натуральный блондинистый оттенок. И черный с бирюзовыми, даже нет, с голубыми полосочками. Каждая прическа стоит 120 ска или 10 тысяч шиллингов. Достаточно прикольная, мне она понравилась. Хотела бы купить на некоторых персонажей, но именно такие дополнительные оттенки. Больше здесь в нам ничего не добавили, так что выходим и возвращаемся именно к дискотеке. Появился новый магазин под названием Прибавь звук. Здесь у нас продаются сеты, вот такие вот, я хотела бы сказать, чешуйчатые. Но нет, это, наверное, палетки с пайетками. Пайетки, не палетки, а пайетки. Вот такие разные есть, розовый, золотой, синий. Также к ним штанишки, вот такие вот штаны-клёш, у которых низ тоже весь усыпан палетками. Брюки, вот такие штаны, точнее, с логотипом DJ Kai. А где там логотип? А где логотип? Я что-то его не видела. Ну, называются, в общем, они белые штаны с логотипом DJ Kai. И я купила точно такие же чёрные. Я их, правда, оставила в конюшне. И плюс ещё две кепочки, вот как вот обвисят. Они мне очень сильно понравились. Я их сразу купила. Есть ещё две футболки, чёрные и белые, тоже с логотипом DJ Kai. Разные топики. И вот как раз к тем самым бирюзовым стрелкам есть у нас штанышки DJ Kai. И куртка, тоже DJ Kai. С вот таким вот милым жёлтым призраком, наверное. Не знаю. Этот магазин, я так понимаю, здесь постоянен. Он относится к дискотеке, которая здесь останется навсегда. Давайте же посмотрим, что изменилось. Больше нету забора. Есть вот такие вот аккуратные ограждения. Это цветочки синенькие, как будто бы колокольчики некие. Не разбираюсь в цветах. Изменили мебель. Высоченные стойки. Причём я сказала бы, что у разработчиков опять какие-то проблемы с масштабами. Стойка, мне кажется, слишком высокой. Я чувствую себя маленьким школьником по сравнению с этим столом. Очень симпатичная свечка, имитация миски с чипсиками. Здесь есть уже вот такой стол. Я вначале подумала, что это стульчики, но нет, это тоже стойки. Вот они вот, мне кажется, по росту подходят дальше больше. Тут вообще какая-то маленькая. О, дискотека стала очень классной. Я вынуждена признать, что она мне очень сильно нравится. По причине того, что здесь очень приятные оттенки. Я люблю вот такие тёмно-синие, сиреневые, фиолетовые, бирюзовые иногда. Так что, в принципе, мне очень зашло. Дискотечные вот эти шары. Мне тоже понравились. Смотрим дальше. Вот такой вот диван угловой в количестве двух штучек. А нет, трёх. Ещё один на балкончике. На них можно посидеть. Не знаю, правда, сколько всего здесь мест. Ну, наверное, три или четыре, а может быть, пять сидящих мест смотрится персонаж относительно неплохо. Давайте, кстати, посмотрим, а можно ли его тут на углу. Нет, на углу сесть нельзя. Это, наверное, как будто бы уже А. Или можно? Нет, получается у нас, наверное, три сидящих места. Ну, может быть, побольше. Есть ещё вот такая вот декорация в виде крылышек. Я считаю, надо сразу сфоткать эту фото-зону. Очень красиво. Сочетается абсолютно со всем оформлением дискотеки. Цветочки. И у нас теперь есть очень расширенная зона для отдыха. Правда, я не уверена, что там, где сейчас стоят персонажи, до туда вообще доходит музыка. Ну, у меня, кстати, музыка, по-моему... Да, слегка убавлено. Так, ну, что тут ещё? Сейчас попозже всё посмотрим. Стоечки, плиточки шоколада. Прям лежат коктейльчики. Разные штучечки. Да, тут уже лошадей люди понаставили, спрыгивая со стен. Здесь лошадки остаются, танцуют. Вот у кого-то мустанг зажигает. Так, опять же, растения все одинаковые. Появилась клёвая незнакомка, которая даёт ежедневное... Точнее, бесконечное задание. Насколько я помню, на 25 шиллингов пройти танцевальное испытание на дискотеке Форт Пинта. Выглядит это вот так. Примерно так же, как сбор золота в летнем лагере вестерна. Только на заднем фоне мы можем во время этого задания видеть NPC-шных танцоров. Чтобы пройти это задание, нужно набрать минимум 8 очков. А дальше танцуйте сколько угодно. Но сложность состоит в том, что с каждым нажатием вот этот отрывочек, этот кусочек, он становится всё меньше. И у вас есть три попытки, чтобы не промахнуться. Всё, как только вы промахиваетесь, вас как бы отсюда выгоняют, и всё. Но можно и самостоятельно выйти после завершения задания. Да, 25 шиллингов. Смотрим уже эту зону. Здесь есть три диджитал-монитора. Очень классные, с вот такими эффектами. Надеюсь, в будущем эффектов будет больше. Под стилем музыки. Потом есть звёздное небо с имитацией блёсток, которые падают. Такая-ля волшебная пыльца. Везде логотипы диджей Кай. И вот эти вот кресла, а-ля яйца, они очень классные. Но опять же, как я сказала, у разработчиков очередная проблема с масштабом таких кресел. В реальной жизни, насколько я помню, человек должен чуть ли не лежать. Но проваливаться внутрь данного кресла целиком. То есть, голова не должна упираться в верхушку данного кресла вообще никак. Мне кажется, их стоило сделать чуть побольше. Ну, вот так, чтобы они были. Может быть, ширину оставить, но именно высоту вытянуть. Тогда бы это выглядело более, наверное, подходяще по образу. А вот, собственно, я так понимаю, и сама диджей Кай. Она очень сильно изменилась с тех самых пор, когда ее впервые добавили в зимнюю деревушку Санты. В зимний ивент, где она впервые начала играть в свои треки. Теперь мы можем, кстати, спокойно ходить по сцене. Жалко, что на ней нельзя танцевать. Много разных прожекторов, логотипчики. Мы можем посмотреть пульт диджей Кай. Здесь, кстати, есть плейлист. И, ребята, плейлист, который находится теперь в Форт Пинта, он не постоянен. Каждую неделю треки будут меняться, чтобы нам не надоесть. Ну, а также разработчики сделали отдельный лист в Спотифай. Так что, если у вас есть к нему доступ, вы можете постоянно слушать музыку с нашей новой обновленной дискотеки. Также есть теперь мерч, вот такая вот бутылка для воды, фляга, наверное, с логотипом Star Stable, розовенькая, прикольная. Классно смотрится в сочетании со всем этим. Что еще могу сказать о дискотеке? Да, собственно, сказать уже больше нечего. Можно только лишь показать. Наронду здесь теперь постоянно много. Значок танца находится чуть ниже от карты и представляет собой меню из семи позиций. Первое движение у нас такое вот достаточно простенькое. Оно циклично, просто на расслабоне вот так вот пританцовываем. Дальше махи руками. Очень классная такая анимация. Дальше старый добрый танец, который многие, мне кажется, уже могли бы выучить наизусть. Он здесь тоже есть. Очень симпатично смотрится. Четвертый танец это вот такой вот. Помню, как раньше он был только у NPC-шных танцоров. И я лично мечтала, чтобы нам расширили возможности танца. Но вот теперь они здесь его добавили. Пятое это тоже что-то из старого. Было такое движение. Шестое. Вот такое крутящееся действие. Оно тоже цикличное. И седьмое. Тоже перенесенный старый танец из ССО. Правда без брэк-данса. Точнее это даже не танец. Это кусочек танца. Так что теперь мы должны комбинировать все эти действия между собой, чтобы получить классный танец, который бы попадал в ритм музыки, стилю и атмосфере вечерней тусовочки. Да. Так что вот так вот. Очень прикольно. Очень классно. Я правда не уверена в одной вещи. Кажется, разработчики сделали дискотеку такой же, как и раньше. Это значит, что дискотека будет работать только по вечерам, пятницу и субботу. Потому что до этого вроде бы я вечером заходила и дискотеку не наблюдала. Кстати, они починили баг, что теперь вы видите все танцы всех лошадок, тех игроков, персонажей, которые танцуют. И своих лошадей, и чужих лошадей. Это очень прикольно. Классно. Можно записывать видосики, как ваши лошадки танцуют. О, одна из моих любимых песен заиграла. Так. На этом мы закончим конкретно с дискотекой. Пора посмотреть другие вещи. Да, у нас иногда бывает зависание лошадей в неподвижности. Но давайте перейдем к следующей части, которая немножечко связана с дискотекой, а точнее вот как раз таки с анимацией. Нам обновили анимацию мимики персонажа. Эмоции. Теперь они совершенно новые, но не могу гарантировать, что все. Уж эмоции, да, и объятия точно теперь совершенно новые. И они мне очень сильно нравятся. Правда, я надеялась, что поклон вернут с самой первой анимации. Старенький. То есть, когда персонаж едет, у него рука остается с поводом. И он просто отставляет в сторону одну руку. Но нет, все-таки вторую мы кладем на грудь, делаем искренний поклон вниз. И уже на соревнованиях так будем начинать езду. Но все равно, так как они ее обновили, смотрится намного лучше. Сопровождать оставилось со свистом периодически. То есть, не постоянно. Может и без свиста появляться. Краснеть. Тоже очень милые эмоции. И еще мне теперь очень нравится анимация. Махать. И также говорить. Осталось только найти, где это. Так, а еще нравится. Ну, в общем, список эмоций обновили. Они достаточно хорошие. По-моему, даже добавили новую. Скоро вернусь. Прикольно. Мне нравится. Персонажи теперь действительно стали более живыми. Это приятный бонус. Так. С эмоцией, пожалуй, мы закончим. Да. Опять же, вот это зависание анимации. Так как радужное, точнее, облачное королевство не вернулось в этот раз. Все лошади, вещи, питомцы приехали в форт Пинта. Старые, точнее, предыдущего года радужные лошадки продаются около дискотеки. Это Тенебри за 749 СК на базе дички. Дикой лошади Юрвика или же лохматики, как я их называю. Вот, кстати, именно на ней я и приехала. И вторая лошадка у нас Призма на модельке Аполлузы. Тоже 709 СК. Я их покупала в прошлом году. Вместе с ними приехали радужные питомцы. Это две, можно сказать, вороны или же сороки. Стратус и Цира. Каждый по 249 СК. Ну, а теперь мы возвращаемся в нижнюю часть форт Пинта, ближе к пляжу, где таки и расположилась известная нам путешественница на воздушном шаре. Причем очень странно, потому что в новостях разработчики написали, что в этот раз она приехала к нам без воздушного шара. Имелось в виду без возможности отправления в Облачное Королевство. Но шар-то есть, так что я надеюсь, что может быть от такого количества возмущений со стороны игроков, они добавят возможность нажимать на воздушный шар именно здесь, чтобы отправиться в то самое Облачное Королевство. Ведь оно давало очень много плюсов. Маленькие гордые терьеры. Здесь у нас только один гордый терьер, по-моему, прошлого года, за 350 СК. Дальше облачко с дождиком, если что, это колодец. Вы можете встать и как будто бы там просто помыться, как бы ролплеем, или же действительно наполните ведро с водичкой. Дальше у нас идет магазин «Радужные наряды». Мне очень нравится анимация этого НПС. Во-первых, они сделали по-умному. Теперь НПС стоит в той одежде, которой он продает. Я не знаю, постоянно ли этот НПС будет выглядеть именно так, но сейчас на них самые новые наряды. Ну что ж, кстати, выглядит очень симпатично. Добавили вот именно в этот магазин два самых новых сета. Может быть, в будущем сеты прошлых лет будут перемещаться в соседний магазин, а сюда будут добавлять исключительно новые. У нас есть сет сахарной ваты. Он такой вот более вязанный, что ли, но при этом у нас есть шортики. И даже добавили берет. По-моему, это вообще первый берет на моей памяти в игре. Но, к сожалению, мне не нравятся оттенки. Точнее, интенсивность, яркость этих оттенков. Опять, они мне кажутся какими-то поношенными. Я не хочу никого обидеть. Я видела уже очень много людей, на которых эти образы смотрятся достойно, очень классно, но просто для меня, для моего персонажа они не подходят. И следующий сет – это сет радужных переливов для выездки. Здесь и седло, и уздечки, и колокольчики. Вот такой странный, правда, вольтрав, фраг. Ну и, в принципе, весь остальной сет. На этом магазин данный заканчивается, и мы идем в соседний магазинчик. Он здесь. Новостей было так много, что я забыла об еще одном госте данного мероприятия. Наконец-то, спустя несколько месяцев после фестиваля конного спорта, на пляж Фурпинта, за магазинчиками радужной одежды, наконец-то можно купить того самого крабика, который сломал игру. Всем близко. Здесь также сидит, лежит, точнее, загорает NPC, магазин Облачного Королевства. Здесь сеты с прошлых лет, прошлого, позапрошлого года и ранее, вплоть с самого начала данного ивента Облачного Королевства. У меня вот тут много всего, у меня практически все есть, кроме вот некоторых сетов, но я их покупать не буду. Что-то докуплю, что-то нет, не знаю. Пока что вот я знаю, что я сегодня докупила в Альтрап, нагавки и одну уздечку, которые я в прошлый раз не смогла получить по каким-то причинам. И последний магазинчик это Банты Радуги. Радуги-дуги, так это называется. Сюда завезли сережки в виде сердечек с цветовыми вариациями, связанные с ЛГБТ, всякими сообществами. В принципе, как и вот эти бантики. Да, так что, если вы не знали, это, насколько я помню, цветовые гаммы, которые показывают принадлежность ваших вкусов, скажем так. Очень обидно, что они теперь решили сделать радужный фестиваль исключительно для этой тематики. И я не верю, что облаков больше не будет, что королевство ушло. Не может такого быть. Также, да, очень вовремя. Каждый час в сторону Фортпинта из Морланда будет направляться фестиваль. Вот такой вот парад Радуги. И он будет длиться до 30 минут. Вот сейчас, ровно в 30 минут, весь этот фестиваль уезжает обратно в Морланд. Здесь дискотека, также диджей Кай. Все оно играет, все очень красиво, музыкально, лошадки потанцовывают. Здесь танцуют старые NPC-шные персонажи, наши старенькие добрые спичечки. Да, очень вовремя я сюда приехала. Вот. И что еще? Танцы. Здесь есть одна лишь вариация танца. Вы нажимаете около карты и просто танцуете без всякого выбора. Не как в дискотеке. Хотя вот странно, почему, когда вы обновили немножечко и здесь, и там, вы не могли сделать, чтобы и там вариация танца есть, чтобы она была здесь же на пляже. Потому что дискотека все-таки хорошая, несмотря на отсутствие облачного королевства. Также здесь у нас над Фортпинта, точнее, нет, не так. Около Фортпинта летают воздушные шары. С одной стороны, это выглядит прикольно. Меня, к примеру, всегда завораживали воздушные шарики, которые летают над полем Эвернинг. Но в случае с Фортпинта, меня, как самую настоящую переживательную трусишку, беспокоит, почему воздушные шары летают так низко. Это очень небезопасно. Мне прям, я не знаю, мне это дергает больше всего в этот раз. Но это действительно странно. Был бы один воздушный шарик, или если бы они летали вот здесь, где-то чуть повыше, но не прям вот у стены, над стеной у Фортпинта. Ну, не знаю, это уже мои личные какие-то непонятки. Может быть, обиды на разработчиков. Так что да, это вот так. Продолжаем просмотр обновления. Оно в этот раз очень большое, ребяточки. Пожалуй, вырезать ничего не буду, так как слишком много всего классного. Классного. Заходим в глобальный магазин. Нам добавили очень много амуниции, которая, к сожалению, имеет чуть ли не самые ужасные характеристики после нулевых. То есть вы берете вальтрап, у которого сила 2, и больше ничего. Вы берете либо скорость 1, гибкость 1. То есть они добавили несколько сетов, которые имеют очень красивый внешний вид, классную модельку. И в кои-таки веки я безумно влюбилась во все цветовые вариации вальтрапов, сёдев, уздечек. И если бы это все имело хорошие характеристики, я бы это все скупила. Либо за шиллинги, либо за СК. Но разработчики решили, что новым игрокам важнее внешний образ, чем характеристики. Хотя, в принципе, вся игра всегда учит нас, что ухаживай за своей лошадкой, прокачивай ее уровень, прокачивай свой уровень. Не забывай о ежедневном уходе, и тогда твоя лошадка будет самой-самой быстрой. И тут разработчики в магазин добавляют сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять комплектов, и плюс еще очень много одиночных предметов, которые имеют даже не среднюю категорию характеристик, а, наверное, самую низшую категорию характеристик. И это очень обидно. Они все продаются в Морлэнде, и выглядят очень красиво. Прям, ну, очень красиво. Мне они так все понравились. Вот, все в Альтрап. А какое седло! Оно, знаете, вот такое потертое. Мы раньше могли их видеть в спойлерах. И уздечки. Ну, божечки, ну это ж так красиво все. А они решили все это сделать без хорошего, скажем так, бонуса для гонок. Из седла. Вот такие старенькие, потертые. Ну, вот как? 50-55 искали. 5500-500 тысяч шиллингов. И вы сможете покупать себе очень красивого внешнего вида. Вальтрапы, седла, уздечки, бинты, нагавки. И нам добавили, кстати, также 6 недоустков. Очень красивых. Опять же, в кои-таки веки безумно красивых недоустков. Но без характеристик особых каких-то. Еще бы добавили вот 2 сумки. Вот. Еще уздечка. Еще тут несколько вальтрапиков. Я считаю, это очень обидно. Такая же ситуация и с одеждой для нашего персонажа. Нам добавили очень много вестернских всяких футболок, рубашек, ботинок, шляп, сапог. Потом облегающие штаны для верховой езды. Шлемочки, рубашечки. Еще добавили специальный какой-то сет под названием с логотипом Юрвикской школы. Какой школы? Где эта школа? Даже не знаю. Может быть, в будущем мы это все узнаем. Но опять же, без характеристик. То есть, вы представляете, вы покупаете вещь, хорошую, внешне, очень красивую вещь, за 7000 шиллингов Юрвика с ужасными характеристиками. Я считаю, это просто плевок в душу. Рубашки классные. Вот мне все в этот раз понравилось. И футболочки, и шлемочечки, и шапочки. Посмотрите, какие классные штаны, джинсы, вернее, с чапсами. Да какие чапсы, ну боже мой, ну красота. Но, видимо, только для фотографий, только для личного, скажем так, пользования нет для чего больше. Ой, какой красивый сет. Ну какой красивый сет. Ну что вы делаете? Да? С этим сетом вы не займете первое место на скачках. Вы не побьете рекорд на трассах, на гонках. И уж тем более, участвовать в соревнованиях в такой одежде вообще не стоит. Только если вы хотите получить чисто, как бы, грамоту за участие. Ну и фоточки с мероприятия. Это, я считаю, очень грустно и несправедливо. Да, конечно, это доступно для начальных игроков. Но почему это стоит так дорого? За такую вещь начальный игрок, который, возможно, даже еще и не имеет возможности оплачивать Star Rider, должен каким-то образом накопить 5000 шиллингов. С учетом того, что у нас рюкзак имеет ограничение на 10 тысяч шиллингов, чтобы купить всего лишь один предмет этого гардероба. Когда вы, наконец, расширите наш рюкзак до 100 тысяч хотя бы, чтобы человек мог играть, зарабатывать шиллинги, копить и заработать на полноценный сет одежды плюс амуниция и разум скупить все это за шиллинги. Это же было настолько удобнее, чем то, что мы имеем сейчас. Ну и, кстати, самая важная новость, я забыла вам сказать, по поводу амуниции. Вот этой всей новой. Это будет очень неожиданно. Я сама до сих пор не могу отойти от этого супершокового состояния. Теперь наша начальная лошадка, которая появляется вместе с нами на Юрвике, то бишь Юрвикская чистокровная, может носить все новые уздечки. По-моему, даже вот эту ковбойскую уздечку. Она теперь может носить и выездковые седла, и вестернские седла, и конкурные седла, и вот эти все самые новые уздечки, которые были добавлены в игру. Я не проверяла, но, по-моему, даже все нагавки, колокольчики. Ну, колокольчики не буду врать, я их вообще не смотрела на начальные лошадки. Так что, да, у нас спортивные фризы, которые поломаны, которые не могут нечего носить из нового. Но при этом они обновляют начальную юрвикскую лошадку, чтобы та могла носить абсолютно все. Ну, они, видимо, решили, что, да, зачем нам, точнее, им заниматься старыми юрвикскими фризами, раз в скором времени, возможно, уже либо в следующем месяце, либо через два месяца, нам добавят нового официального нормального фриза, у которого не будет светло-серой масти, будут исключительно вороные, там, темно-бурые всякие, и все. Ну, а также они, я так понимаю, еще и не чинят остальных поломанных лошадок третьего поколения. Но разработчики сказали, что они починили некоторые вещи, такие как, что вроде бы... Теперь персонаж не должен изображать из себя Джигита. Нет, это, по-моему, мы сами посмотрели. Персонаж не изображает Джигита, когда делает эмоции верхом. Но это работает не всегда. К примеру, когда я сижу на голландской лошадке и делаю эмоции, я ни разу у своей знакомой не стала Джигитом. В то время, когда она пересела на Пасафино вместо своего голландца, она постоянно, будучи рядом со мной, не где-то далеко, а вот рядом, прям находясь бачок к бачку ко мне, изображая эмоции, вставала ногами на коня. Ну, разработчики, это несерьезно. Вы снимаете видео о диско-дивах, о танцах и никак не можете избавить эту игру от огромнейшего количества глюков, багов, а иногда даже и вовсе расхождений в сюжете в качестве отличий в модельках. Это очень грустно. Да, я многое возмущаюсь, но, ребята, разработчики делают все возможное, чтобы дать нам повод повозмущаться. К примеру, я уже писала в своем телеграм-канале, что я очень сильно хочу светло-серую лошадь голландца. Безумно полюбила голландца Лоретты и хочу его к себе в коллекцию. Прям куплю сразу, незамедлительно, как только он выйдет. И я надеялась, что один из магических голландцев, который приедет, кстати, к нам уже на следующей неделе, то бишь Пегасик, вернее, точнее, я очень хотела, чтобы это был тот самый светлый серый голландец с шишками. Но разработчики обломали и добавили зачем-то еще одного Пегова голландца. Я не разбираюсь в данной пароде, но, насколько я помню, я никогда не видела фотографии Пегих голландцев. Никогда. Вот, честное слово, ни разу не видела. Надо будет пойти и посмотреть. Потому что такие масти, насколько я помню, не распространены у данной породы. Но разработчики решили эти масти добавить к нам в игру. Но зато вот добавить стандартного светло-серого коня для этой породы, ну, коня или кобылы, просто масть. Они, видимо, не хотят. Это очень грустно для меня. Вот это уже лично для меня очень-очень грустно. Так что, да, ждем следующей недели приезда легендарных мифических двух лошадок, которые умеют управлять погодой. Так что на этом все. Видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его, выслушали мои возмущения. Ставьте лайки, пишите комментарии, будете ли вы скучать по облачному королевству. Ребята, которые мечтали его увидеть в этом году, я вам искренне соболезную. Я безумно переживаю вместе с вами, потому что это была очень классная локация с интересным сюжетом, особенно если вы его проходите в первый раз. И оно давало действительно ощущение уюта, такого волшебного покоя. Я не понимаю, почему они даже нам не дали возможность с ним попрощаться. Кого из магических лошадок вы ждете больше всего? Кого запланировали уже купить? Ну или просто, чем собираетесь заниматься в ближайшее время в нашей любимой Star Stable Online. Любимой, но очень багованный и очень глюканутый. Так что не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Вот только любовь к моим друзьям, моим клубам, к этому каналу и к моим лошадкам держат меня в этой игре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова